Без этого бизнеса не будет сто процентов. Молодые, когда приезжают ко мне гости, так они так и говорят, как у бабушки и побывали. Хотя я себя ничего не считаю бабушкой. Меня нарядили в статулу свободы, но деревня чуть с ума не сошла. Бабушки все сбежали, думали, у нас война началась. Добрый день, уважаемые слушатели. В эфире подкаст «Сельские предприниматели. Вдохновляющие истории» и его ведущая Светлана Бызова. Подкасты записываются в рамках проекта Архангельского центра социальных технологий «Гарант» развития сельского предпринимательства в районах Архангельской области. И у нас в гостях сегодня Лариса Борисовна Томилева, сельский предприниматель из Холмогорского района, из деревни Великий двор, хозяйка частного гостевого дома-музея. Здравствуйте, Лариса Борисовна. Здравствуйте, Слава Георгиевна. Лариса Борисовна, вы считаете себя сельским предпринимателем? Конечно. А как давно вы организовали свой бизнес на селе? Свой дом я открыла в 2011 году. На сегодняшний день я уже отработала, почти отработала девятый сезон в своем гостевом доме. Чем отличается ваш гостевой дом от других гостевых домов на территории Архангельской области? Чем вы гордитесь? Ну, во-первых, я горжусь своим музеем, музеем деревенского быта. Называется мой музей, правильно, музей современников Великого помора. Михаила Васильевича Ломоносова. Собран весь быт, утварь, мебель, которая находится в моем доме. Приезжает очень много гостей, очень много туристов, экскурсантов. И знакомится с бытом современников нашего Великого помора. Я понимаю, мебель старинная той эпохи. А какие-то еще такие интересные экспонаты, которые привлекают внимание туристов, есть в вашем музее? Много очень экспонатов мне привозили из разных районов нашей области. Вот конкретно мне привозили из музея и дома, тоже гостевого, из Суры. У нас такая есть Анна Мулин, которая открыла свой гостевой дом. Она привозила мне очень интересный, значит, от колодца журавля, бедро деревянное. Очень старое, ему лет 250. А еще она привозила мне старинную, сделанную своими руками, мышеловку, которую с удовольствием смотрят дети и все время восхищаются тем, что мышеловка, она не убивает мышку, а только закрывает. Ее потом можно выпустить на любой территории, и мышка опять убежит. Очень забавно. Я совершенно недавно была на лекции Владимира Вайнера по соседским центрам. И он рассказывал о том, что в одном из соседских центров открыли музей Старой Москвы. И самым интересным экспонатом, который впечатляет всех приходящих, стал рыжий таракан, которому, по легенде, сто лет. Ну, засушенный такой рыжий таракан. И все приходят и удивляются. Надо же, сто лет таракану, он ничем не отличается от наших современных. Ну да, да, да. То есть у вас тоже есть мышеловки, и мы понимаем, что мыши, наверное, сто лет назад выглядели примерно так же, как и мыши в наши дни, наши современные. Вы сказали, что много туристов приезжает. Это туристы, которые приезжают специально в ваш гостевой дом? Или это туристы, которые путешествуют по Архангельской области и вот случайно как-то попадают к вам? Или вообще как они к вам попадают? Есть туристы, которые специально приезжают с семьями, допустим, группами целыми. Есть туристы, которые приезжают транзитом, путешествуя по нашему району. Много очень приезжает групп с туроператорами, которые приезжают только на экскурсию, чтобы посмотреть мой дом. Много приезжает детей-школьников из различных центров детских приезжают группами. Ну, разные туристы, совершенно разные. Ну вот опять вы говорите о том, что приезжают специально посмотреть ваш дом. Но так и не открыли тайну. Чем ваш дом интересен? Насколько я знаю, ваш дом очень старый. Да, во-первых, конечно, правильно, Светлана Леонидовна, вы говорите, что дом очень старинный, ему на сегодняшний день 160 лет. 160 лет? Да, он 1850 года постройки. Это невероятно. У меня только по техпаспорту эта дата стоит. А на самом деле у меня приезжали специалисты, сказали, что, скорее всего, что этот дом начало вообще 17 века. Ух ты! Да, он очень старый. Конечно, на сегодняшний день он уже не выглядит таким старым, потому что он обшит, покрашен. Но внутри, внутри дома всё осталось по старинке. И печи, и обстановка сама, и поведь. Всё постаралась сохранить в том виде, в котором было очень много лет назад. Поэтому и дух остался, душа. Вот я могу гордиться тем, что когда люди ко мне приходят в дом, только заходят в крыльцо, они сразу говорят, что совсем другая атмосфера. Что в этом доме чувствуется душа и очень хорошая аура. Вот этим я и горжусь. А вот не думали расшить как-то дом, показать всю красоту? Дело-то в том, что у меня есть фотографии того старинного дома, когда он был. Мы очень много в 2000 году с мужем поменяли деревь, которые уже были, особенно с северной стороны. Мы просто вырезали старые дерева и меняли их на новые. То есть если его расшить, он будет очень неказистый и некрасивый. Но вот эти фотографии, которые сохранились с 70-х годов, когда мы этот дом, родители мои приобрели, окна были на земле. И последний раз, три года назад у меня были из Саратова гости, и они умудрились сфотографировать у меня мои же фотографии, которые на стенах висят. Они сфотографировали мой старый дом, а у меня даже в архиве нет этих фотографий. И они выложили в интернет. И другие гости, которые за ним приехали, говорят, «Вы знаете, у вас же в интернете ваш старый дом». Я говорю, «Как старый дом? Не может такого быть». Я эти фотографии не выкладывала в интернет. А потом через три года эти саратовцы написали такую шикарную статью под названием «А мы уйдем на север». И столько фотографий обо мне выложили. Такую статью обо мне написали, что я была поражена, насколько у людей… Вот через три года они созрели, насколько у них там вот… Я надеюсь, вы эту статью сохранили. Да. Она у меня на моей страничке в интернете, ВКонтакте. Да. Дорогие слушатели, напомню вам, что по традиции мы все ссылки на сайты, на группы, которые рассказывают о проекте нашего сегодняшнего гостя, разместим в расшифровке нашей беседы. Но самое главное, я хочу добавить, что когда я начала работать в 2011 году, у меня было немного, конечно, туристов. Я потихонечку-потихонечку только начала. А уже в 2012 году я поучаствовала в конкурсе Архангельской области. По сельскому туризму меня пригласили. И в номинации за гостеприимство я выиграла в этом конкурсе. Получила памятный приз, диплом получила. А уже в 2013 году я поехала, сама поехала, никто меня не посылал, на международный форум в Белгород, на второй международный форум, который назывался «Сельский туризм в России». Я представляла свой гостевой дом, даже не Холмогорский район. Но глядя на то, как другие районы представляют свои районы, я тоже постаралась оформить папочку, вложить туда раздаточку. И в итоге я за свой дом получила золотую медаль на этом втором международном форуме и привезла заочно серебряную медаль своему району. За то, что они помогают мне в развитии моего дома. Какой вы патриот настоящий. Лариса Борисовна, я думаю, что вы можете дать совет всем начинающим хозяевам гостевых домов больше о себе говорить. Правда? Это же важно. Обязательно. Обязательно. Себя показывать, о себе говорить, о себе заявлять, себя рекламировать. Без этого бизнеса не будет 100%. Какой у вас поток на сегодняшний день, примерно за сезон, за летний? Поток небольшой. Потому что у меня такое правило в гостевом доме, я не беру больше одной семьи. Хотя я могу сразу поселить 13 человек в своём гостевом доме, большую компанию. Если большая компания приезжает, я с удовольствием её заселяю, и люди отдыхают. Но если приезжает одна семья, или пара приезжает, муж с женой, или приезжают друзья небольшой компании, то больше я никого не беру. Поэтому поток у меня, так сказать, примерно где-то 120 человек, но не больше. То есть вы в приоритете ставите всё-таки качество оказываемой услуги, комфорт людей, которые к вам приезжают. Но это круто на самом деле. Я думаю, что люди именно за это и ценят гостевые дома. За столько времени, вот за 9 лет моей работы, у меня ещё не было в моём гостевом доме ни одного случайного человека. приезжают именно конкретно пообщаться со мной и посмотреть мой дом. А не просто так приехать, погулять, воздухом подышать, полюбоваться природой и уехать. Вы не очень верите в приметы, насколько я понимаю, да? 13 человек, 13 мест. Это самая любимая цифра, потому что я родилась 4 января. А 1 и 3 – это четвёрка. Всю жизнь меня 13 число прямо вот... Счастливое. Да, по жизни меня сопровождает. Классно. Я думаю, что люди, которые к вам приезжают, они не просто смотрят на ваш дом, но, наверное, какие-то ещё услуги могут получить в Великом дворе. Что это может быть? Ну, во-первых, очень любят баню русскую. Русская баня. Да, часто заказывают. Потом я провожу мастер-классы по козоли. Не такой козоли расписной, архангельской, которую обычно демонстрируют везде. А у меня холмогорская козоли. Она катанная, скульптурная, объёмная козоли из женого теста. Это вот из таких, как в детских садах говорят, из колбасок, да? Да, 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 да. Закончено. Я не из колбасок делаю, а у меня из лампочки получается козолька. Изначально колобок, потом лампочка, и потом потихонечку вырисовывается козолька. И вот на мастер-классы тоже у меня много приезжает групп, с которыми я провожу мастер-класс. На сегодняшний день даже в холмогорах не знают, что это их родная козоли, хотя в музее у нас эта козоли присутствует, и они рассказывают. Я видела ваши фотографии. Вы в очень красивом костюме встречаете гостей, проводите эти мастер-классы. Что это за костюм? Это какой-то настоящий костюм? Ну, у меня несколько костюмов. Я уже вот, может быть, каждый год я стараюсь менять костюмы. И тот костюм, про который вы говорите, это из очень старинного льняного полотна. Я сделала себе сарафан. Ну, и очень красивая кофта из наших беломорских узоров, расшитая. Всё в традиции. Да, просто в традициях. И ещё вот сорока, как бы головной убор сорока. Вот это вот единый как бы костюм. Он такой. Сейчас, конечно, я уже давно что-то его не одевала, потому что у меня ещё несколько костюмов каждый год. И стараюсь, чтобы не высвечиваться в одном и том же. Скажите, а в вашем гостевом доме сами гости готовят еду или вы их угощаете? Нет, я угощаю. Как это прекрасно! Потому что всё время хочется повторить какие-то впечатления детства. И на сегодняшний день многие туристы мечтают побывать в гостях у бабушки. Просыпаться от запаха пирогов и попробовать настоящие каши из печи. Какие-то блинчики с вареньем. Просто мечта. Вы всё это предлагаете. Ну, я и предлагаю, и кормлю людей. Вот вы сказали, как у бабушки. Обычно молодые, когда приезжают ко мне гости, так они так и говорят, как у бабушки и побывали. Мне это очень приятно. Льстит. Хотя я себя ничего не считаю бабушкой. Ну, а традиционно я гостей угощаю алашками. Вот как раз саратовцы про эти алашки и написали, что мы никогда, пока не попали к Ларисе Борисовне, и не знали, что такого слова-то алашки. А алашки я делаю из кабачков. Это моё традиционное блюдо, которое никто не может повторить. Какие рецепты я не раздавала и как уж я не показывала, повторить никто не может. Вот вы говорили об Анне Мулин из Мулиин, да, правильно? Мулиин. Мулиин из Пиннижского района. Да. Она в совершенстве владеет Пиннижской гаворией и проводит целые тоже мастер-классы. На этом чудесном языке, таком необыкновенном. А вы тоже умеете говорить на какой-то нашей? Нет. Я стараюсь как бы окать, когда уже вхожу в роль. То есть я немножко изменяю, конечно, свою речь, особенно с детками, чтобы им как бы традиционно было интересно. Ну, а если говорить про Аню, она вот должна завтра ко мне в гости приехать. Мы с ней дружим до сих пор. Её очень близко дружим. Она в этом году уже получила две международные премии. И она начала у нас писать. Я читала её книжки. Вот. И она, они я тоже выставляю в своём доме и предлагаю её своим гостям. Вот она сейчас едет в Москву с презентацией уже второй книги. Вот ко мне завтра должна приехать, забрать ещё часть книг, которую, последнюю, которую написала про Пиннижскую сказительницу. Про Марфу Кривополенову. Кривополенов, вот видите, вместе как хорошо вспомнили. Очень интересную тему вы затронули. Что можно приобрести на память о путешествии по Русскому Северу в вашем доме? То есть можно приобрести книгу Анны Мулиин. Да. Мне очень нравится. Не одну, уже две. Мне очень нравится, что вы не циклитесь на том, что это должна быть продукция именно из Великого двора. Мне очень нравится, что вы позиционируете себя как русский север, да? Русские традиции, русский традиционный быт. Что можно приобрести на память в вашем гостевом доме о путешествии? Ну, во-первых, я делаю свой чай. Чай у меня называется «Добренький». Чай из всех трав, из ягод, которые растут у меня на территории. Иван-чай, который растёт на заливном лугу перед моим домом, на берегу северной двины нашей реки. Вот, очень вкусный чай. Я всех гостей угощаю. И потом предлагаю... Мне повезло, я пробовала, да. Да. Подтверждаю, что чай потрясающе вкусный. Ну, вот в основном чай, потом козульки. Ну, козульки я обычно раздариваю. Я не продаю их, раздариваю. Вот. Потом подушечки делаю такие очень пахучие сено, из первого сена, которые только кашу. Называются думки. Они у меня во всех комнатах. Когда гости приезжают ко мне, у каждого на своей кроватке лежит такая думочка. Они нюхают и понимают, что нужно её положить под голову на ночь, чтобы хорошо спать. Да, я представляю себе. А какие-то другие вот мастера не предлагают вам изделий на продажу? Пока нет. Но вот нам бы очень хотелось как раз открыть вот ТИЦ, туристический информационный центр Холмоглорского района, где мы могли реализовывать продукцию всех наших мастеров. И... Да, Холмоглорская школа резьбы всё-таки у всех. Да. Резьбы по кости. Да, да, да. На слуху у всех. На слуху, да. И когда едешь в Холмоглор, всегда надеешься, что там что-то такое увидишь удивительное, вырезанное из кости. Мне бы не хотелось, конечно, в своём доме делать прямо вот сувенирную лавку. Хотя у меня была такая мысль. Но вот если мы сейчас, вот всё у нас получится, и мы создадим всё-таки туристический информационный центр, то там у нас будет как раз сувенирная лавка, и будут собраны все изделия, в том числе и мой чай добренький, вот в этой сувенирной лавке. Да, но людям хочется что-то на память приобрести, как правило. Хотя бы показать, куда можно пойти и где-то что-то приобрести, это и то уже здорово на самом деле. У нас на одном из подкастов был разговор с Марией Врачёвой, у которой лавка мастеров в Шенкурском районе создана. И вот она говорит как раз о том, что даже если чего-то у меня нет в лавке, то можно спросить, и я обязательно подскажу, если есть такой мастер в Шенкурске, то можно найти всё, что угодно, изготовить всё, что угодно по желанию клиента. Да, я с ней знакома, она большая умница. Да, важно просто иногда показать, где можно приобрести тот или иной товар, если турист хочет что-то такое необычное на память о путешествии в Холмогоры. Ну вот у меня была вот недавно такая ситуация, когда ко мне приехали гости, увидели, а у меня несколько птиц наших счастья. Вот они от большой до самой маленькой. И они говорят, мы так мечтаем вот приобрести, где. И я не могла им посоветовать. У нас в Холмогорах негде, у нас нет специальной даже вот какой-то вот сувенирной лавки, где-то даже при магазине. Позвонила в Йемицк, спросила, где там. Говорят, тоже нет нигде. То есть фактически Холмогоры, вот заезжают люди в Холмогоры, а приобрести на память нечего. Да, вот это пока. Мне очень нравится ваш оптимистический настрой. Скажите, вот всё-таки Холмогорский район всегда у нас ассоциируется с Ломоносовым. И вы говорили о том, что музей современников Великого Помора у вас в доме. Что вообще для вас Ломоносов? Играет ли он какую-то роль на сегодняшний день с точки зрения привлечения туристов? И как можно, как вообще вы работаете с этим именем, чтобы просветить с одной стороны туристов, с другой стороны сделать их путешествие просто интересным? Ну, во-первых, в своей экскурсии я очень много рассказываю о Ломоносове. Моя деревня, Великий двор, она стоит на основной дороге, которая раньше называлась столичный Петербургский тракт. И через мою деревню шёл Михаил Васильевич Ломоносов учиться в Москву. И об этом я рассказываю и показываю. В моём доме, в двухэтажном, а так как у нас все дома в деревне были двухэтажные, и держали эти дома в основном богатые крестьяне, у нас были во всех, на первых этажах, во всех домах постоялые дворы, значит, трактиры, лавки. И я надеюсь, что, может быть, когда-то, когда вот Михаил Васильевич шёл в Москву, он останавливался именно в моём доме, именно в моей деревне. Вот. Переночевал, а потом дальше побежал уже догонять обоз своего дяди. Какие самые удивительные гости были в Вашем доме вот за эти девять лет Вашей работы? Остались ли воспоминания вот о чём-то необыкновенном? Ну, во-первых, у меня есть книга «Отзывы в предложении», уже такая толстющая. Иногда, ностальгируя, я заглядываю в эту книгу, и я про каждого гостя, глядя вот на их отзывы, я могу всё-всё вспомнить. Кто это был, когда был, что мы делали. И она, конечно, у меня как настольная книга. Ну, а самое яркое впечатление у меня осталось от американцев, которые ко мне приезжали три года назад. Они приезжали, значит, 4 июля на День независимости Америки. Но я-то в то время об этом не знала. Их привезли, значит, сопровождающая, которая владела, значит, языком, и которая, значит, очень хорошо переводила переводчик Елена. Первый день они у меня, значит, мы тут познакомились, так всё хорошо. А на второй день они прямо шушукаются, шушукаются. Где-то какая-то музыка. Я спрашиваю Лену, Лена, что происходит на год? Лариса Борисовна, всё будет вечером. Вечером будет сюрприз. И вечером они устроены. Значит, я пригласила, у нас в нашей деревне живёт самая лучшая певица Холмогорского района, Лидия Ульянова. Я пригласила вот её к нам в русском костюме. Они все нарядились, их было 8 человек, значит, в майке «Единая Россия», да, в синие такие красивые футболки, такие, значит, майки-футболки. Сзади было написано «Единая Россия», устроили концерт. Всё это у нас мы фотографировали. Значит, наряжались какие-то интересные персонажи, на своём языке какие-то хороводы водили. Меня нарядили в Статую Свободы, завернули в этот свой американский флаг. Вокруг меня тоже песни пели, хороводы водили. Вот. Всё это у нас было действие на повете. Открыты поветные двери, значит, лето, тепло, свет. В общем, было так шикарно. А в 11 часов они решили сделать мне сюрприз и запустили в деревне фейерверки. Соблюли технику безопасности, нашли у меня старое-старое какое-то такое корыто, в него поставили. Но деревня чуть с ума не сошла. Бабушки все сбежались, думали, у нас война началась. Да, кстати, хороший вопрос. А как вообще реагируют местные жители на ваш проект? Как вы с ними сотрудничаете или не сотрудничаете? Местные жители у нас в сном уже приезжие. У нас местных практически не осталось. Очень много дачников. Первое время смотрели на меня очень осторожно. Никто никогда не завидовал, никто никогда не мешал, никто никогда палки в колеса не вставлял. Ну и помогать не помогали. Потому что, может быть, я сама справлялась и просто не просила о помощи. Но когда помощь мне понадобилась, все пошли навстречу. И сейчас в деревне проводим праздник, все продают свою продукцию, все участвуют в празднике, все предлагают свою помощь. Кто чем может, помогает. То есть у нас очень доброжелательно в этом отношении стало. Просто очень здорово. Мы заговорили о праздниках, и я сразу вспомнила, что вы вообще такая женщина-праздник, и у вас настоящий талант устраивать красивые праздники. Я помню, зимой вы какой-то проводили интересный праздник с горками. Там дети приезжали, катались, какие-то костюмы были, шикарные представления было. Потом ваш знаменитый праздник – молочная река, картофельные берега. Вы проводите его уже несколько лет, правильно? Да. А что это за праздник? Расскажите о нём, пожалуйста. Ну вот сначала вы вспомнили праздник. Это вот праздник, который русской горки, когда мы все тоже наряжаемся, приезжаем в Ломоносово. В Ломоносове делают горку. Этот праздник уже третий год проходит в Ломоносово, и мы принимаем как турсообщество участие. А праздник молочная река в этом году уже будет проходить четвёртый год. Это у нас первый гастрономический праздник Холмогорского района. В первый год мы провели его нашим турсообществом. Мы сами придумали этот праздник. То есть предприниматели объединились? Да, да, да. Сами его провели полностью. Очень много городских приезжало, друзей наших, которые помогли нам в проведении этого праздника. Народу было, рекламы было очень много. И вот в этот же год, в сентябре месяце, мне пришло распоряжение от Холмогорского района после праздника, что со следующего года этот праздник уже будет Холмогорского района. Первый гастрономический праздник Холмогорского района. То есть они вас поставили в известность? Да. Они, даже не спросив меня, там наше турсообщество, они решили, что они этим помогут. Но этот праздник всегда будет проходить только в деревне Великий Двор. И я была очень этому рада, потому что это всё-таки помощь со стороны района, это финансирование, пусть и небольшое, со стороны района, потому что первый год всё финансирование фактически легло на мои плечи. И уже в этом году, вот уже четвёртый год, в этом году я вообще сказала, что я с 11 часов принимаю гостей в своём доме, значит, начинаю с экскурсии, провожу мастер-класс, пою чаем, угощаю блинами, много будет разных продукций. Вот недавно мне уже привезли холмогорский мёд, с пасеки холмогорского района для продажи, натуральный, есть даже в сотах такой отдельный мёд, очень вкусный, мы уже попробовали вот вчера с сыном. Вот. Ну и много-много другой продукции будет, поэтому вот я всех, кто слушает или кто будет слушать, я приглашаю именно в свой дом, ну, конечно, там будет концерт, там будут мастера, там будут мастер-классы, там будут угощения, там будет царская, поморская уха, там ещё много всего будет. А рыбники будут? Вот рыбников с рыбниками в этом году у нас, Светлана, наверное, проблема, потому что у нас в этом году почему-то плохо ловится рыба. Дедушка мой говорил, что не бывает праздника без рыбника. Ну вот это хорошая мысль. Даже знаю, представляю этот рыбник, который с корочкой, которая корочка снимается, и потом этой корочкой макают туда вот водичку, но вот пока вот мы, у нас столько рыбы нет. А сколько примерно человек приезжает к вам вот на этот праздник обычно? Ну, в прошлом году Холмогорский район что-то не поднапрягся. И я надеялась, что они дадут рекламу и приедут к нам и из города, и из соседних деревень. И в прошлом году, честно говоря, у нас было немного народу. Но праздник настолько прошёл душевно, по-домашнему, пришли местные и рядом лежащие деревни, что глава сказала «так и надо». Я была расстроена, что народу было мало, зато всем всего хватило, и молока, и ухи, и угощений, и мастер-класс шикарно прошёл. Все были довольны, и вот почему-то глава сказала, что вот это вот так и надо в деревне проводить, не надо, вот большое скопление народу. Смотря какую задачу ставить для праздника. Ну, я всё равно ставлю задачу, чтобы людей было побольше, чтобы было веселее, потому что в конце ещё праздника я провожу хоровод, традиционный хоровод дружбы по всей деревне. И вот первый год мы растянулись прямо на всю деревню от начала до конца хороводом и сомкнули этот хоровод, и ещё вот тут вот и песни спели. А в прошлом году мы, так получилось, что у нас ещё очень много было воды в деревне, были лужи, так вот перепрыгивая через лужи, хоровод провели. Очень ждём в этом году больше народа. С детками особенно. Какого числа у вас традиционный праздник проходит? Традиционный проходит в сентябре, где-то в середине сентября. В этом году суббота выпадает на 14-е. Это начало бабьего лета. Значит, это день Симеона, летопроводца. Понятно. Лето провожать. Да, мы будем провожать лето. Всё, понятно. Вы сказали, что праздник гастрономический. Но я поняла, что молоко, молочная река, картофельные берега, значит, наверное, картошка, да? Да. Сто блюд из картошки у вас там можно попробовать или как? Ну, сто не сто, но картошку я делаю в русской печи, у меня русская печь, я вообще всех гостей угощаю из русской печи. И обычно традиционно я делаю в крынках, картошку запекаю с красивой очень пеночкой сверху, вот, как угощение. Картофельное пюре, в смысле? Да, картофельное пюре запекается в русской печи, называется такая картоваха. Картоваха. Картоваха, да, мы её называем картоваха, и она сразу... Бабушка называла картовник. Да, картовник. На ура расходится сразу, но вот в прошлом году мы угощали и царской ухой, и у нас, значит, дегустация молока была. Давайте поясним слушателям, что вы понимаете под царской ухой. Под царской ухой это уха, которая из разных, разных сортов рыб. И нашей рыбы, которая у нас в реке Северной Двине ловится, и покупной магазинской, но в основном, конечно, идёт треска. Основная рыба треска, а к ней уже всё-всё-всё. А я думала, стерлядь. Стерлядь мы тоже добавляем, но вот в этом году вообще стерлядь не ловится. В прошлом году у нас стерлядь была. Девять лет уже ваш гостевой дом существует, и вы являетесь таким центром притяжения людей в деревню, душой, собственно, своего гостевого дома. Оглядываясь назад, какие чувства вас охватывают? Гордость или усталость? Или вообще есть желание двигаться вперёд, что-то придумывать новое? Или уже всё хорошо? Всё хорошо уже. Вот просто спокойно, хорошо, уже и гордость прошла, и вот это вот уважение, которое хотелось бы заработать, да, мне уже вот это всё, всё уже есть. Всё. И уважение, и понимание, и внимание к моему дому, и реклама со всех сторон, помимо моей рекламы, которую я даю. И мне уже вот первый год, когда я даже не задумывалась о рекламе, ко мне уже просто едут люди, потому что обо мне очень много везде написано и сказано. Ну, конечно, усталости никакой нет, есть только желание, чтобы как можно больше людей приехало, и уже подумывая о том, чтобы какие-то помощники у меня были, немножко, конечно, когда народу много и поток большой, то тяжеловато стало. То есть такой бизнес в радость? Только в радость, только. Если бы он был не в радость, я бы давно уже закрылась. Спасибо вам большое за сегодняшний разговор. Пусть каждый день приносит вам радость. Спасибо, Слава Тебе. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова